Здравствуйте! Что должно содержаться в ежегодном отчете управляющей компании перед жителями? Как найти этот отчет в системе ГИС ЖКХ? Что делать, если вы обнаружили приписки? В эфире Центр защиты прав граждан и хороший вопрос. Как управляющая компания обязана отчитываться за деньги собственников? Меня зовут Геннадий Акиншев. Дома ежегодно отчитываться перед жителями – дома одна из главных обязанностей любой управляющей организации. Будь то УК, ТСЖ, ЖСК и тому подобное. Это отчет по средствам, которые жители в течение всего года направляли на содержание и текущий ремонт жилья. А это немалые деньги. Итак, что должно содержаться в этом документе? Хороший вопрос. Давайте будем разбираться. По закону до 1 апреля каждого года управляющая компания должна опубликовать свой отчет о своей работе за год на сайте Государственно-информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, сокращенно ГИС ЖКХ. Для собственников такой документ – это возможность удостовериться, что перечень проведенных в доме работ соответствует тем, которые перечислены в документе. Проверьте, здесь часто возникают расхождения на десятки тысяч рублей. Например, на прошлый год в доме были запланированы работы по покраске подъездов. По факту работы до конца года не были окончены, акт приемки не подписан, а в отчете коммунальщики указали, что выполнили ремонт качественно и в срок. И списали на это приличную сумму. Бывают и более циничные ситуации, когда в отчете фигурирует проведенный ремонт, которого по факту вовсе и не было. Вот почему так важно, чтобы и в вашем доме был создан Совет МКД, а жилищный актив постоянно знакомился с годовым отчетом. Итак, чтобы найти отчет управляющей компании по вашему дому, необходимо выполнить следующее действие. Наберите в браузере адрес сайта «ГИС ЖКХ». На синей плашке главной страницы сайта найдите надпись «Реестры». Нажмите и выберите закладку «Реестр объектов жилищного фонда». Там вам предложат найти ваш дом, либо вбив его адрес, либо по названию вашей управляющей компании. Внизу нажмите ссылку «Сведения об объекте жилищного фонда». Откроется табличка с общими характеристиками дома. В графе «Управляющая организация» должна быть ссылка «Информация об управлении МКД». Откройте данную ссылку. Появится новое окно с подзаголовками и кнопка «Список». Четыре синие полоски. Нажмите на эту кнопку и выберите пункт «Отчет по управлению». Далее необходимо указать отчетный период, после чего должна появиться ссылка на файл с возможностью его скачивания. Возможно, вы удивитесь, но единая форма годового отчета управляющей организации не установлена законом. Существуют лишь рекомендации, что должен содержать такой документ. Первый блок посвящен общим характеристикам многоквартирного дома, адрес, год постройки и этажность, площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества, площадь земельного участка, конструктивные и технические параметры дома, информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества. Второй блок касается основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, то есть все доходы и расходы, понесенные ОК в течение года на содержание дома. Это все перечисленные собственниками деньги по жилищно-коммунальным услугам, дополнительным взносам, отчислениям на капремонт. В расходной части должны быть перечислены все виды и характеристики выполненных работ или оказанных услуг по управлению, содержанию и ремонту общедомового имущества, перечень работ, дата, вид работ, сметная стоимость, сроки исполнения, фактическая стоимость, акт приема-передачи работ. В этом же блоке отчета размещается информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставчиках коммунальных ресурсов, установленных тарифах, нормативах потребления коммунальных услуг. Сюда же включены доходы, полученные управляющей организацией по договорам об использовании общего имущества третьими лицами, интернет-провайдеры, операторы сутовой связи, реклама на доме и внутри дома, а также куда и в каком количестве направлены эти деньги. Тут же приводится размер задолженности собственников по оплате ЖКУ, а также долг УК перед ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, должны быть перечислены и расшифрованы все поступившие в отчетный период суммы взносов на капремонт, размер фонда капремонта на дату составления отчета, суммы использованных средств. Отдельный блок касается рассмотрения жалоб населения и реагирования на претензии. Здесь перечислены все случаи нарушений условий договора управления, периодичности и качества предоставления коммунальных услуг. Важной частью отчета является план работы по содержанию общедомового имущества, запланированных на текущий год. Он затрагивает вопросы ресурсоснабжения, благоустройства дома и придомовой территории. Если управляющая организация не разместила в срок до 1 апреля отчет за прошлый год, ей грозят немалые штрафы. Поэтому коммунальщики отчет все-таки сдают. Вот только неполный или столь формальный, что умещается он на одном листочке. Если, по мнению собственников, в годовом отчете не раскрыта информация по проведенным работам, их стоимости и тому подобного, то они могут обратиться запросом в УК. В течение пяти дней управляющая компания обязана предоставить полный отчет о перечне, объемах, качестве и сроках оказанных услуг и выполненных работ. К тому же собственник имеет право требовать исправления дефектов и недочетов в работах, если таковые обнаружились. Но если в годовом отчете выявлены ошибки, несоответствие, либо расхождение в расчетах, жильцы вправе подготовить письменную претензию и направить ее в УК. В случае, если управляющая компания лукавит, затягивает сроки ответов или в годовом отчете обнаружены приписки в стоимости проведенных работ, или указаны услуги, которые фактически не оказывались, вы имеете право подать жалобу в органы жилищного надзора и в прокуратуру, а также в одностороннем порядке, проведя собрание собственников, расторгнуть договор с управляющей компанией. Важно знать, информацию о деятельности всех организаций, управляющих многоквартирными домами, должна быть доступна в течение пяти лет. На сегодня все подробная информация на сайте справедливоцентр.рф. Получить консультацию можно и лично в Центре защиты прав граждан в вашем городе. Наши центры работают в 80 регионах страны. Если эта информация была вам полезна, ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь на наш YouTube-канал «Центр справедливости». Напомню, что программа была подготовлена по материалам кейсов Центра защиты прав граждан и при поддержке Министерства труда и соцзащиты. Это был хороший вопрос. Как УК обязана отчитываться за деньги собственников? Ну и, конечно же, я, Геннадий Акиншев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok